Библейский портал экзегет.ру представляет 23 глава книги Левит, перевод российского библейского общества, я читаю его для библейского портала экзегет. Книга Левит размечает все на чистое, нечистое и священное. Три основных категории. Ну вот, часто мы сталкивались с понятием времени. Человек, который прикоснулся, например, к нечистому животному, он остается нечист до вечера. Но время здесь это нечто вспомогательное. У нас в основном шла речь о чем? О пище, которая бывает чистой и нечистой, о всяких разных действиях, которые совершаются для того, чтобы сделать нечистым и чистым. О людях, которые бывают чистыми, нечистыми. Люди бывают еще священными, те, которые служат Господу. Вот сюда эти три категории. Священное самое высокое, обыденное или чистое, нечистое. Оно третье. Но у нас есть еще время, которое само по себе тоже может быть размечено. И какие-то дни могут быть священными. То есть, священными – это выделенными из повседневности те, которыми люди не могут пользоваться для своего усмотрения, как из священного сосуда нельзя просто пить или есть за обычной трапезой. «Господь сказал Моисею, возвестись и нам Израилевым. Вот дни, назначенные Господом, дни, которые вы будете объявлять священными. Вот дни, предназначенные мною. Шесть дней работы, а седьмой день – суббота, день покоя, священный день. Никакой работы не делайте, где бы вы ни жили. Это суббота Господня». Собственно, заповедь о субботе, она в исходе повторенного второзакония, она примерно так и выглядит. Там только еще есть объяснение. Кстати, два разных объяснения, чтобы вы могли отдохнуть и потому, что вы были рабами. И, соответственно, вот есть необходимость в отдыхе. И смотрите, то, что израильтяне шесть дней работают, а седьмой день посвящают Господу, это ведь первое в истории провозглашения регулярных выходных. Во всех культурах есть нерабочие дни и праздники, но они либо по особым поводам, там свадьба, например, рождение ребенка, либо они бывают раз в год по какому-то особому событию. Но так, чтобы регулярно каждый седьмой день объявлялся выходным, для нас сегодня это норма, а как же еще иначе, в древности это было в первый раз, и больше долгое время нигде никак не воспроизводилось. Но есть еще и годовые праздники. Субботы – это каждую неделю. Вот дни, назначенные Господом, священные дни, которые вы будете объявлять в назначенное время. 14-й день первого месяца с наступлением сумерек Пасха Господня. Во-первых, с наступлением сумерек, потому что, вообще-то говоря, день для древних израильтян начинался с вечера. А первый месяц – это был весенний месяц, а Вив его потом стали называть, и, соответственно, 14-й, или не Санда, начинается с него именно год. И поэтому Пасха в середине этого месяца. А в 15-й день того же месяца праздник пресных хлебов, праздник Господень. Семь дней ешьте пресный хлеб. То есть Пасха открывает с собой целую неделю, когда едят хлеб без закваски. Первый день будет для вас священным, не делайте никакой работы. Семь дней приносите дары Господу, седьмой же день священный, не делайте никакой работы. То есть, грубо говоря, Пасха – это, скорее, даже ночь. А вот, когда начинается новый день, это уже неделя пресных хлебов. Дальше. Господь сказал Моисею, возвести сынам Израилевым, когда вы придете в страну, которую я отдаю вам, и соберете там урожай, принесите первый сноп урожая священнику, чтобы он вознес этот сноп пред Господом, как угодную жертву от вас. Пусть священник вознесет день в сноп, следующий за ближайшей субботой. Смотрите, здесь нет четкой привязки к календарю, потому что урожай бывает в разное время. Но принцип один и тот же. Первый сноп. Начатки приносятся Богу. Дальше вы все берете себе. Какая-то часть на десятины, они отдельно описаны. А самое главное, что то, что вы начали собирать, самое-самое первое – это Богу. Как знак благодарности за все то, что потом соберется. В день возношения снопа вы должны принести в жертву ягненка не старше года, без телесного изъяна, как всесожжение Господу. Хлебное приношение при этом должно составлять две десятых ифы пшеничной муки, смоченной оливковым маслом. Это дар Господу, благоуханный дым, приятный ему. Возлияние вина должно составлять четверть гена. Ну, здесь это все описано подробно. Мы представляем себе не очень хорошо, но это потому, что меры эти немножечко колебались. Ну, в общем, это несколько литров муки и пара литров вина. Не ешьте ни хлеба, ни жареного зерна, ни свежих зерен до того самого дня, когда вы совершите приношение вашему Богу. Это предписание навеки, из рода в род, где бы вы ни жили. То есть, новое урожае нельзя вкушать до той поры, пока часть не принесли на Бога. Общий принцип. В принципе, израильтяне все жертвуют Богу, но при этом, естественно, они не все сжигают на жертвенники, лишь небольшую часть, но тем самым освещают все остальное. От дня, следующего за этой субботой, от дня возношения снопа, отчитайте 7 полных недель. На 50-й день, день, следующий за 7-й субботой, совершите Господу хлебное приношение из муки нового урожая. Принесите из своих селений два хлеба для возношения. Ну, то есть, уже когда урожай собран, и 50-й день, поэтому называется Пятидесятница. Принесите из своих селений два хлеба для возношения. На каждый должно пойти две десятых эфы пшеничной муки. Их должно испечь из дрожжевого теста. Это приношение Господу из первых плодов урожая. Вместе с хлебом вы должны принести в жертву семь годовалых ягнят без телесного изъяна, одного быка и двух баранов. Это будет всесожжение Господа с хлебным приношением и возлиянием. Дар Господу благоуханный дым, приятный Ему. Принесите в жертву также козла, как и чистительную жертву, и двух годовалых ягнят, как першественную жертву. Вот урожай собран, всего много, поэтому жертвы довольно обильны, в отличие от жертв первого снопа. Пусть священник вознесет их, этих двух ягнят, вместе с хлебным приношением, из первых плодов урожая, как возношение пред Господом. Они святыня Господня, они принадлежат священнику. Объявите этот день священным, не делайте никакой работы. Это вам предписание навеки, где бы вы ни жили, из рода в род. И тут неожиданно. Когда жнешь на своей земле, не доходи до края поля и не подбирай колоски после жатвы. Оставь это бедняку и переселенцу. Я Господь, ваш Бог. Раз про жатву, то заодно напоминается правило, которое уже было, что какая-то часть урожая должна специально оставляться на поле для неимущих людей, которым больше, собственно, и нечем пропитаться. Господь сказал Моисею, передайте нам, Израилевым, первый день седьмого месяца должен быть у вас днем покоя, священным днем. Пусть о нем возвещают звуки труп. Не делайте никакой работы, приносите дары Господу. Ну, соответственно, если первый месяц весной, то это уже у нас получается осенью. В принципе, вот этот день и сегодня израильтяне празднуют, называя его Новым годом, Рожжа Шана, потому что начало Нового года перенесли на осень. Господь сказал Моисею, в десятый же день, седьмого месяца, день искупления. Ну, Йом-Кипур на древнееврейском до сих пор носит такое название. И его правила мы читали уже в книге Левит, довольно сложные правила, когда священник за себя и за народ приносит жертву во искупление перед, соответственно, Господом в святилище. Этот день должен быть для вас священным. Поститесь и приносите дары Господу. Не делайте в этот день никакой работы, ибо это день искупления, когда совершается искупление ваше пред Господом, вашим Богом. То есть за грехи, за провинности их ждет смерть, но искупление – тот обряд, который позволяет им этого избежать. Всякий, кто не постится в этот день, будет истреблен и отторгнут от народа своего. Всякого, кто будет работать в этот день, я погублю, он будет вычеркнут из рода своего. В этот день никакой работы не делайте, это вам предписание навеки, соблюдайте его из рода в род, где бы вы ни жили. Для вас это должен быть день полного субботнего покоя. Поститесь, с вечера девятого дня этого месяца до следующего вечера вы должны пребывать в покое. Поститься здесь означает ничего не есть и не пить, то есть вот такие сутки поста и полного покоя, отказа от чего бы то ни было, пост – это, соответственно, знак покаяния, знак такого отказа от активных действий. То есть слишком много вы уже всего натворили за год, вот этот день посвятите покою и покаянию. Здесь покаяние понимается не как нечто внутреннее, эмоциональное, а скорее как ритуальное действие. Господь сказал Моисею, возвести сынам Израилевым в пятнадцатый день седьмого месяца, праздник Шалаши, семидневный праздник Господень. Первый его день священный, не делайте никакой работы. Семь дней приносите дары Господу. Восьмой день священный для вас, приносите дары Господу. Это завершающий день праздника, не делайте в этот день никакой работы. Праздник Шалаши или Суккот на древнееврейском, опять-таки он до сих пор существует в иудейской традиции. Но Пасха и Пятидесятница, соответственно, в христианской тоже существуют, просто они наполнились новым содержанием в связи, конечно, с евангельскими историями. Таковы дни, назначенные Господом. Вы будете объявлять их священными днями и будете приносить Господу дары, всесожжения и хлебные приношения, жертвы и возлияния, как положено на этот день. Все это сверхсубботник приношений Господу и ваших даров, и всех жертв по обету, и всех добровольных жертв, которые вы приносите Господу. То есть, основной смысл праздника – это жертвоприношение, хотя одновременно очень строго говорится о том, что нельзя работать. Не просто можно отдохнуть, это всем приятно, но нельзя работать. Почему нельзя? Потому что работая человек, совершает свои дела, он занят своим. Эти дни должны отдаваться Богу. «В пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы соберете урожай, справляйте праздник Господень, он должен длиться семь дней. Пусть первый день будет для вас днем покоя, и восьмой день – днем покоя. В первый день возьмите плоды лучших садовых деревьев, пальмовые листья, ветки деревьев с густой листвой и речных иф, и веселитесь пред Господом, вашим Богом, семь дней». Ну, это вот, соответственно, к празднику шалаши относится. Интересно, что потом все эти подробности были интерпретированы в иудейской традиции. Вот есть здесь разные ветки, но ветки, из которых можно делать шалаши, да, а израильтяне потом это стали рассматривать как то, что вот есть разные виды израильтян, кто-то славен своей сильной верой, кто-то добрыми делами, у кого-то нет чего-то из этого, у кого-то вообще ничего нет, но все равно они все вместе вот такой букет разных плодовитых и неплодовитых растений. «Справляйте этот праздник Господень семь дней из года в год. Это вам предписание навеки, из рода в род. Справляйте этот праздник в седьмом месяце. Семь дней живите в шалашах. Пусть все коренные жители страны Израиля, страны, в общем-то, еще нет, если мы думаем о том, что это относится к периоду перехода через пустыню, но они предполагают, что когда они войдут в землю Израиля, они будут жить, как жили в шалашах, вот как во время странствий. «Чтобы все ваши поколения знали, что в шалашах поселил я сынов Израилевы, когда вывел их из Египта. Я Господь ваш Бог». Соответственно, этот праздник посвящен переходу через пустыню. «И Моисей объявился нам Израилевым дни, назначенные Господом». Дальше пойдут еще некоторые подробности ритуального характера. Продолжение следует...